Начинаем нашу пресс-конференцию. Она посвящена проекту ДОМ, в рамках которого волонтеры организации Пролеска формируют базу данных бесплатного жилья для переселенцев. До 1 января 2016 года активисты планируют отыскать более 100 объектов для заселения. Также волонтеры запустили программу адресного сбора средств на покупку жилья и его ремонт для наиболее уязвимых групп мирных граждан, выехавших из зоны конфликта. Сегодня у нас в гостях Евгений Каплин, волонтер, и Сергей Гульчук, Восточно-Украинское подразделение Международного фонда «Ведроджина». Здравствуйте. Наверное, начнем с Евгения или Сергей. Давайте Сергей расскажите. Проект стал возможен благодаря поддержке фонда «Ведроджина». Смотрите, я в первую очередь хочу поздороваться со всеми присутствующими, всеми, кто за нами наблюдает, и выразить благодарность за такую инициативу, как проект «Дом Евгения». Для нас это очень важно, в первую очередь потому, что наш фонд, и в том числе Восточно-Украинское представительство Международного фонда «Ведроджина», имеет возможность быстро реагировать на актуальные проблемы и потребности в обществе и непосредственно в Восточном регионе, где наше подразделение ведет свою работу. То есть, когда появлялось у нас большое количество общественных организаций, был подъем волонтерской деятельности, мы там проводили очередные конкурсы как раз по развитию волонтерского движения. Когда у нас случилась антитеррористическая операция, соответственно, проекты были направлены на помощь всем пострадавшим. Это и временно перемещенные, и внутренне перемещенные лица, это и участники антитеррористической операции, пленные, как бы их семьи, и все, кого каким-то образом задел данный конфликт. Также в последнее время приоритетами фонда у нас появляются поддержки независимых СМИ. То есть, это в нашем регионе, в крайней мере, довольно актуальная была проблема. То есть, это содействие реформам, их продвижению, привлечению общественности в этот процесс. И, конечно же, самая актуальная проблема – это у нас временно обреченные лица, участники АТО. Но если раньше, как бы, в приоритете были проекты по юридической помощи, по психологической помощи в самом начале конфликта, то сейчас более актуальными является помощь с жильем и с работой устройства. И вот об одном таком проекте Евгений более детально расскажет. Это проект «Дон». Евгений, пожалуйста. Ну да, мы занимаемся непосредственно и помощью людям, которые находятся в зоне конфликта, и выгодом людей оттуда уже почти ползора года. Как бы очень актуальный вопрос, когда приезжаешь к человеку, который, например, хочет выехать из зоны конфликта, у него там, хоть и разрушено жилье, например. Как бы первый вопрос, который возникает, есть ли куда ехать. В связи с этим, благодаря поддержке фонда «Ведрожжиня», в первую очередь были запущены сборы информации. До 1 января 2016 года мы планируем собрать такую базу данных по домам. Это как жилье, которое люди готовы предоставить в долгосрочную, безоплатную аренду, так и жилье, которое люди готовы передать в постоянную собственность для некоторых семей. Плюс мы со своей стороны, своими силами, своими ресурсами планируем оказать помощь. Ну, есть такие случаи, когда, например, не подходит какое-то жилье, либо то жилье, которое предлагается внутри, будет каких-то ремонтных вложений. Да, таких индивидуальных случаев для семей, которые находятся в очень сложной ситуации. Мы пытаемся сделать адресные сборы помощи по тому, чтобы люди могли адаптироваться в этих новых объектах. Ну, плюс, обращая внимание, ну, еще международных организаций, которые, может, помню, в этом вопросе. Вот, первой ласточкой проекта, так скажем, была многодетная семья Ковальчуков, которая в августе месяце была нами перечена из поселка Роскова-Типа-Луганская, которая находится непосредственно на сегодняшний день на линии соприкосновения на территории под контролема Украины. Эта семья когда-то бежала из города Дебальцево во время эскалации. Там они переместились на 7 километров в БГТ-Луганская, затем война пришла в БГТ-Луганская. И затем уже во время летней эскалации мы перемещали на Харьков. Изначально семья была помещена в компактном поселении в Березинском центре Ромашка. За это время она им была сделана адресные сборы. И в начале октября для этой семьи был куплен дом. Там была уникальная история, там огромное количество детей в семье. Та часть семьи, которая была перемещена Наталья Ковальчук, плюс ее пять детей, там ребенок с инвалидностью есть, детки из школьного возраста, поэтому им необходима была жилье, которое можно было заселиться в данный момент. И, соответственно, требовался такой населенный пункт, в котором была инфраструктура. Соответственно, школа, больница и так далее. Поэтому в этой ситуации была оглашена адресная сборная вокруг этого дома. После этого поселения у нас появилось еще несколько объектов, которые люди готовы передать в постоянную собственность, подарить переселенцам. Эти объекты мы сейчас вместе с теми, которые и временные, мы готовы принять на долгосрочную безоплатную аренду. В ней мы вешиваем на нашем сайте, база данных на сайте прориска.орг, там страница прориска.орг.дом. По тем объектам, которые люди готовы передать в постоянную собственность, люди могут через гугл-форму, либо через горячую линию, которая присутствует на этом же сайте, подать заявку, обратиться к нам. К сожалению, заявок очень много, объектов намного меньше. Пока от момента вывешивания гугл-формы до сегодняшнего дня порядка 900 заявок поступило с просьбой на заселение. По вот этим объектам, которые у нас появились в передачу постоянной собственности, думаю, что мы соберем более детальную информацию по тем семьям, которые подали заявки и привлечем международные организации, в том числе и фонд «Видроджиня» для отбора тех групп, которые имеют наибольшее количество кодовыязвимостей, которые являются самая выязвимая группа, для того, чтобы определиться, кого мы готовы это жилье поселить и сделать максимально открытое и прозрачное. Я думаю, что мы отберем 10-15 семей первично, которые с нашей точки зрения находятся в наиболее тяжелой ситуации, тем, причем международная организация уже для отбора этих семей, несколько тех, которые будут быть заселены. Что касается тех объектов, на данный момент полтора десятка там уже присутствуют на сайте, всего где-то около 45, в течение нескольких дней они будут еще добавлены на сайт. Те объекты, которые люди готовят на 5, на 7, на 10 лет заселить в Пересоренцев, отпустить бесплатное жилье, предоставить. Как правило, эти объекты, они находятся в сельской местности. Как правило, это те объекты, которые нам предлагают самые собственники. Сначала у нас была идея в контакте с местной властью это делать, но из практики получается так, что те дома, которые являются брошенными, местная власть не хочет участвовать в их передаче государственной собственности, потом расселении там приселенцев. И весь контакт строится именно с собственниками домов, которые сами заинтересованы, чтобы в этих домах кто-то жил, потому что иначе они разграбляются и приходят в негодность. Те объекты, которые у нас есть на данный момент, в основном это дома, в которых по нескольку лет не жили, где они требуют каких-то, скажем так, косметических, ремонтных работ в этих домах. Мы приглашаем все семьи, особенно большие семьи, семьи с мужчинами, которые могут принимать участие в приведении дома в нормальное состояние, выполнять заявки. В дальнейшем на нашем сайте мы свяжемся и со собственниками, которые дома будут собеседствовать их заселение. Ну, опять, по тем объектам, которые она постоянно, собственно, зато будет передать, если у семьи, я думаю, что приоритетить у нас будут именно те семьи, которые потеряли жилье в зоне конфликта, либо они, с нашей точки зрения, наиболее веземыми являются, которые не могут вернуться по каким-то причинам назад. Есть также такие семьи, которые там находятся под политическим преследованием, на той стороне, например, они уже никогда не вернутся на неподконтрольные территории. Это будет сделано в первую очередь, особенно, если это семьи с многодетной семьей, семьи с большим количеством детей. Вот, да, первоочередной приоритет под заселением тем, кто у нас есть. Опять же, приглашаем эти семьи, либо заполнили заявку на нашем сайте, либо сентября, либо их доступа к интернету сделать это через нашу горячую жизнь. Также хотелось бы обратиться ко всем собственникам жилья, у которых стоит пустое жилье, либо стоит то жилье, которое они не используют, могут передать собственность на такие семьи. Потому что есть такие случаи, например, когда у нас были семьи, у которых не устраивает вариант какого-то временного проживания, а этим людям нужно постоянное жилье, их уже не нужно рассматривать как временно перемещенных лиц, их нужно рассматривать как постоянно перемещенных лиц, положенных разрушено жилье, либо они по практически не могут вернуться на ту территорию. И, б, без наличия постоянного жилья на этой территории эти люди не могут оформить какой-то статус. Например, есть семьи, которые попадают сейчас на линии соприкосновения, в которых живут приемные детки, детки родственников, которых там уже нету в живых, например, детки под опекой. Пример такой семьи у нас есть, перемещенный из города Первомайский, Луганская область. И сейчас семья находится в Паветте-Коротыч, в Харьковской области. Вот мама у нее четверо своих детей, есть двое детей, сестры, которые поддерживали. Мама забрала этих двух детей, но она сейчас живет, расселена была в временный объект, который предложил МЧС, но без права передачи этого объекта этой семье. Но эта мама, пока она не имеет своего постоянного жилья на право собственности, она не может столкнуться с тем, что она не может оформить опекунство на этих детей. И фактически дети находятся в таком подвиженном статусе. На любой момент органы опеки, социальные услуги могут прийти и забрать этих детей. Государственные приюты, государственные детские дома. В этих случаях нужны как раз такие объекты, которые будут переданы в собственность для семей. По тем объектам, которые у нас есть в базе, либо мы можем предложить собрать средства на покупку этого объекта. По таким индивидуальным случаям мы ситуацию будем рассматривать индивидуально и будем приоритетить и видеть как раз такие семьи, которым именно нужна еврейская передача собственности домов, потому что они не могут оформить какой-то статус, оформить за более детей. Можем переходить к вопросам. Интересует, вот все-таки уже есть какая-то база жилья, где территориально она находится? Это, я так понимаю, в основном область? Есть какие-то... Ну, процентов на 80, хотя объекты, они находятся в Харьковской области. Процентов на 20, это еще другие областные центры Украины, откуда с нами связались. Мы тут узнали с собственниками, что принимаем целую базу семей, что мы реализуем этот проект и предложили в других регионах. У нас, допустим, сейчас два объекта, которые хоть завтра, которые находятся полностью в жилом состоянии, которые собственники готовы подарить, и которые можно въехать хоть завтра, они находятся один в Херсовской области, другой в Венецкой области. Эти два объекта. По тому жилю, которое готовы во временное пользование люди пускать много объектов в Харьковской области. Но в основном это не город Харьков, а в основном это сельская местность. Вы как-то узнаете о состоянии жилья, прежде чем внести его в базу? Возможно, фотографии требует или сами ездите туда, проверяете, что там нужно? Да, пытаемся, конечно, собрать максимум информации, потому что некоторые переселенцы, когда, знаете, связываются на горячую линию, ну, разные случаи. Если есть и семьи, в которых действительно там негде жить, попадаются иногда случаи, когда звонят, говорят, может, дом с Wi-Fi и так далее. Естественно. Таких вариантов предложить мы не можем, но какой-то первичный сбор информации, если этот объект идет рядом с Харьковом, мы выезжаем там. Если точно так же, как вот, когда мы покупали дом для Ковальчукова, мы выехали вместе с Натальей, она посмотрела этот объект, мы посмотрели этот объект, представили по цене и качеству этот объект, так сказать, те объекты, которые бесплатно предлагаются, там, где есть возможность порядка 13-14 объектов, вот и 45, которые предлагались по Харьковской области, мы физически объехали. Вот эти объекты, которые, я сказал, Ленинская, Херсонская область, нам собственники прислали фотографии. Да, есть такая возможность. Ну, есть определенное количество объектов, которые мне были, которых нет физической возможности собрать фотографию, но я думаю, что перед заселением все равно эти объекты будут сделаны несколько выездов, нашими волонтерами и людьми, собственно, которыми предлагаются. Что, как правило, требуется в этих домах? Какой-то ремонт нужен все-таки? Насколько они там в состоянии плачевном или хорошие нам дома, в общем-то? Если мы говорим про бесплатные объекты, то единицы домов, которые полностью пригодны для жизни, все равно в них какие-то ремонтные работы нужны. Ну, допустим, нигде в доме нет никакой бытовой техники. Это общая картина. Когда семья переезжает на новое место, если она начинает жизнь вообще заново, то как бы сталкиваются. Даже в том доме, который мы купили, какие-то средства там нет, холодильник, там в косметическом ремонте, пищка нуждается, дом не утеплен снаружи, нет воды на территории участка, там есть колодец за 300 метров, который нужно ходить за водой. Если говорить о тех объектах, которые собственники готовы передавать, в которых не живут люди, благосрочную аренду, то там бывают и хуже ситуации. Бывает это, там дом стоял несколько лет пустой, и там разграбка металлом, там срезаны батареи, например. Но в некоторых вариантах собственники финансово готовы участвовать в восстановлении этого. Просто нужен человек, они не готовы плачевать строителей, но они готовы, например, купить эти батареи, чтобы вернуть их назад. Почему я говорю о семьях, в такие объекты желательно, чтобы это семьи были с мужчинами, которые самостоятельно могут принимать участие в восстановлении этого имущества. Хозяева этого жилья на каких условиях они предоставляют свои дома? Возможно, это какая-то там символическая арендная плата, или это уход за домами? Хозяева просят арендную плату, этих домов нету, потому что мы их классифицируем, как это уже коммерческая, скажем так, аренда. То есть абсолютно бесплатная. В нашей базе будут дома, либо которые абсолютно бесплатные, хозяева готовы передать, ну, за компенсацию коммунальных услуг, я имею в виду. То есть люди будут жить, пользоваться светом, газом и так далее, за это они должны самостоятельно оплачивать поставщикам коммунальных услуг, а хозяевам, как бы, в этих вариантах они не должны ничего платить. Это А-вариант, и Б-вариант. Периодически попадаются дома, в которых хозяева на 5, на 10, и для этого бесплатно пустить, но при этом вот какой-то символический выкуп права собственности этих домов. Такие еще есть, это вторая классификация домов. Есть третья классификация, вот которую хозяева готовы подарить просто. таких объектов мало. А если, например, вне дома, в участок земли, это вносится в базу, допустим, кто-то готов там либо продать, там по цене, либо подарить участок земли. Чтобы там построить дом, да? Да, чтобы построить дом на участке земли. Не думали о том. Было у нас несколько предложений по участкам земли, но, честно говоря, пока мы в эту базу не вносили, потому что на сегодняшний день, мне кажется, что построить дом стоит дороже, чем... Чем найти какой-нибудь... Чем найти, либо даже купить какой-то вариант. Ну, вот тот дом, который был куплен на Менте Ковальчукова, это дом 80 квадратных метров относительно новой постройки, там 95-96-х годов, скажем так, но который не полные руины представляют собой. Там можно жить, адаптироваться и жить в этом доме. И он был приобретен за 3,5 тысячи долларов. Которому цена составила... Построить такой дом на сегодняшний день... Если учитывать как бы сезонность всего этого, то вот сейчас как бы будет холодать, и очень многие проекты в целом будут направлены как раз на обеспечение условий для того, чтобы перезимовать. Соответственно, поэтому постройка может про будущее рассматриваться в плане, если кто-то изъявит желание. Но сейчас актуально так, чтобы людей сразу переселить. А фонд занимается какими-то, ну, скажем так, текущей помощью, да? То есть укреплением фонда... Смотрите, как бы у нашего фонда в приоритетах нет адресной поддержки. То есть мы точечную помощь не оказываем. Мы оказываем помощь общественным организациям, которые, то есть на реализацию социальных проектов, вот такие как дом. То есть ранее это были юридическая помощь, психологическая помощь. А сейчас это трудоустройство, там, проект новые виды, то есть трудоустройство временно перемещенных видов внутренних. И, как бы, вот такими проектами мы занимаемся. То есть мы перезимаем общественный сектор. Как вы видите, есть нуждающиеся в помощи, есть те, кто оказывает и финансовую поддержку, и, как бы, остальные виды поддержки. То есть обращайтесь, будьте активными. Ну, эти вопросы... Да, так, Сережа, слова. Дружжиня занимается институциональной поддержкой 3-го сетя. То есть мы благодаря их помощи можем... У нас есть помещение, в котором у нас работает горячая линия, в котором у нас работает при их поддержке человек, который занимается вот непосредственно мониторингом, поиском этих домов, приемом заявок от тех семей... Тех семей, которые хотят получить жильем, обработкой этой информации, приемом, поиском заявок тех людей и контактом с тех людьми, которые хотят передать свой объект и так далее. Но эта институциональная поддержка очень важна, потому что без этой поддержки у нас тоже закрылся офис, и никто бы там не работал, потому что мы и так год тянули все процессы на собственных причастных, собственных ресурсах. То есть это больше получатся административные моменты, которые регулирует сам проект. У нас всегда поддерживалось софинансирование. Наши проекты, они не обязательно должны быть финансированы исключительно нашего фонда. То есть мы в том числе поддерживаем большой проект, в котором наш вознос будет частью финансирования. Ну и также как бы это не является обязательным условием. То есть в нашем фонде можно весь проект писать на 100% финансирование от проекта. То есть такие вещи тоже есть, и это нормальная практика. Вы же просчитывали размер финансирования данного проекта? Данный проект, он уже финансирует и идет не первый месяц. Но как бы эти конкурсы, нами объявленные, они рассчитаны буквально 3-4 месяца. То есть очень часто практикуется продление проекта. Если он довольно успешен, имеет хороший социально-общественный эффект, то просто подается на следующий конкурс заявка аналогичная на продление, либо на развитие, либо когда проект расширяется, можно взять какую-то отдельную часть проекта. Она будет направлена в рамках конкурса. То есть все зависит от тех приоритетов. Определяются основные приоритеты на данный конкретный случай, который считается самыми острыми, самыми проблемными вопросами. И вот по ним мы объявляем конкурс. То есть следить можно за нашим фейсбук-страничкой, или на сайте Международного фонда предложения, irf.ua. То есть там самая актуальная информация, и проекты не будут еще объявляться. Поэтому, пожалуйста, нам обращайтесь за помощью, за составление непосредственно проекта. Если какие-то вопросы будут... А на данный момент, насколько профинансирован проект ДОМ? Можете озвучить цифры, если это не секрет? Я просто с полом официальных цифров не помню. К сожалению, у нас там более 15 проектов финансированы, и вот я вот под цифр. Евгений, вы еще... Треста заложены, но вот на аренду офиса. Вы еще говорили, горячая линия есть. Можете озвучить номер или как обратиться? Да, да. Точно так же вся информация есть у нас на сайте. Первая доступная форма обращения, это через Google форму на сайте. Вторая доступная форма обращения, это телефон 093-202-22-32, и 096-404-10-34. Два телефона, которые с понедельника по пятницу с 10 до 18, все рабочее время принимают заявки. Такими случаями. Если вопросов больше нет, благодарим. Также есть страница наша тоже, аналогично, в Facebook и в ВКонтакте, в социальных сетях. Есть сайт с обратной связью. Уже из них тоже много связей. Да, пожалуйста. Я хотела озвучить, сколько сейчас 7 домов в Байсе? В Байсе, которые готовы предоставить? И можете ли Вы разделить по цифрам? Сколько домов готовы предоставить в собственность и сколько она в условии долгосрочной аренды? На данный момент в Байсе порядка 50 объектов, плюс-минус. Из тех, которые готовы предоставить в собственность и в которые можно заселиться сегодня-завтра, таких объектов было. А все остальное, это долгосрочная безотплатная аренда. Ну, плюс третий объект, который мы уже поселили с человека. Ну, также есть проекты, которые выходят. Например, мы вчера общались с волонтерами из Киевской области. У них есть проект, в котором они 10 домов собираются строить для переселенцев, которые планируют заниматься сельским хозяйством. Вот они 5 домов передавать именно в собственность. 5 домов они готовы предоставить под те семьи, которыми эвакуацией занимаемся мы. Вот по нашей квоте, по нашему ангуру этих семей. Ну, пока физически этих домов нет, они в процессе постройки. Ну, такая вот уже информация есть. Заселиться из этих оставшихся, там, 48 объектов, это в основном долгосрочная аренда. Это, ну, я не могу вам сказать техническое состояние, во сколько из них можно заехать буквально завтра. Потому что в основном это объекты, которые на какое-то время не живы. Они в разной степени. Да, стоит учитывать, что на самом деле эта база будет, какую деятельность. Евгений ведет давно, но вот сама идея реализации проекта «Дома» она не так давно началась. Соответственно, сама база с, ну, как в интернет-ресурсах, она тоже не так давно появилась, и как бы люди только вот понемногу информируются о существовании такого проекта, и как бы оно все по нарастающее возрастает. Вот, и в том числе, я так понимаю, что некоторые медиа файлы как бы делали, интервью брали, там, снимали непосредственно версии. И вот после таких моментов, после того, когда по телевидению покажут, люди со собственной инициативой звонят и говорят, то есть вот у нас есть, мы хотим поучаствовать, хотим передать. Поэтому, я думаю, эта база будет увеличиваться, я так понимаю. Ну да, плюс мы были ограничены в запуске социальной рекламы, потому что все плоскости были заняты из-за выбора. Ну и сейчас мы планируем в ноябре-некабре еще специальную рекламу подключить к этому моменту. Ну и основной эффект, который ставится сейчас, конечно, у нас есть, ну, определенные свои базы, и в том числе, там, и МЧС, и варианты, и те, которые собственники к нам обращаются. Но пока вот заявок от собственника на то, что они готовы передать, думаю, их меньше, чем потребность в этом же есть. То есть у нас тут, как бы, пожелание обращения, естественно, массовая информация, мобилизировать собственника жилеток. Очень много объектов, брошенных на сегодняшний день в сельской местности. Изначально идея была в контакте с, попытаться войти в контакт с сельскими главами, потому что это, прежде всего, их интерес, чтобы село возобновлялось, приезжали люди, там, открывали школы, заново создавались рабочие места и поднималось в село. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что местная власть в селах, на 80% она инертна, массивна, и она без коррумпирована, как бы, и без какого-то толчка она не хочет ничего делать, поэтому была перестроена лина взаимодействия именно на контакт с собственниками, которые будут предложить. От СМИ просьба как раз именно на мобилизировать собственника, помочь нам в этом процессе. Хорошо, спасибо. Будем мобилизировать собственников. Благодарим вас, Евгений Сергей. Спасибо. До свидания. Спасибо.